МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Революция 1917 года и шестилетняя гражданская война породили невиданные события в истории России, массовую эмиграцию". Число беженцев оценивается по-разному, от 1,2 млн до 5 млн. Но нас будет интересовать не столько количество беженцев, сколько качество. Качество их политических взглядов. Что могли противопоставить политически активные изгнанники тому грандиозному эксперименту, который шел в Советской России? Восновление монархии? Новую революцию духа, отрицающую буржуазные материальные ценности? Или подлинную солидарность и патриотизм? Русское зарубежье выдвигало самые разные антисоветские проекты будущего России. Давайте попробуем в них разобраться. Конечно, с помощью опытных историков. Студии Истериады, Василий Цветков и Виталий Ершов. Здравствуйте. Здравствуйте. Антисоветская деятельность белого движения в эмиграции. А вот можно ли вообще всю сложную политическую гамму русского зарубежья определить как антисоветскую? В значительной степени да, но, наверное, про-советский вектор тоже присутствовал. Иначе не было бы сменовеховства, не было бы возвращения на родину, не было бы буквально сразу же после эвакуации из Крыма 21-й год, 22-й, и возвращается в Советскую Россию Слащев, возвращаются казаки. То есть здесь мы видим, как бы, и такой процесс тоже. Цветков Василий Жанович. Окончил Московский педагогический государственный университет исторический факультет. Доктор исторических наук. Профессор кафедры новейшей отечественной истории Московского педагогического государственного университета. Автор трудов. «Белое дело в России. Формирование и эволюция политических структур Белого движения в России. 1919-1922 годы. Революция и гражданская война в России. 1917-1922 годы. В соавторстве с Гаккуевым. А также свыше 150 работ по истории Первой мировой войны, революции, гражданской войны и белой эмиграции. Но, наверное, все-таки большая часть партии, движений, структур, политических, военных, там достаточно большое было множество разных совершенно организаций, неорганизаций, просто стихийный вообще вот такой вот отъезд за рубеж. Все-таки он был настроен, если уж не радикально антисоветски, то, во всяком случае, ну, с неким таким ожиданием того, что вот этот режим либо он переродится, либо он каким-то образом будет свергнут. Ага. Да? Согласен, Виталий? Да. И я добавлю, что существовало, например, такое направление в эмиграции. Советы без коммунистов. Царь и Советы. То есть они предполагали сохранить в значительной степени советскую систему управления страной, ну, так сказать, добавив вот, в данном случае, монархическую надстройку. Ершов Виталий Федорович. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова. Исторический факультет. Доктор исторических наук. Профессор. Директор Центра стратегии и аналитики Московского государственного областного университета. Автор трудов. Российское военно-политическое зарубежье в 1919-1945 годах. Российская художественная эмиграция во Франции в 1920-30-е годы. Также ему принадлежит около ста научных работ по истории Первой мировой войны и белой эмиграции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Советы, в принципе, как таковые, как орган самоуправления, как орган представительной власти, он предполагался, что, может быть, он и останется. И в какой-то степени трансформируется даже в новое будущее России. А вот то, что без коммунистов, это точно. Потом происходит то, что мы называем революцией. При этом не очень понятно, чем революция отличается от эволюции. Но политическая жизнь все-таки как-то эволюционирует, наверное, да, вот уже в зарубежье. То есть вот расклад политических сил дореволюционной и постреволюционной, насколько это сопоставимые реальности? Дореволюционный расклад сильно был ориентирован на существующую уже власть. Потому что вот эти партии, которые появились, ну, мы не берем там подпольные, естественно, партии, которые противопоставляли себя власти, но те, которые были с властью связаны. Но они у нас уже у власти, по-своему. Да, в той или иной форме, даже в оппозиции находясь, они все равно под эту власть подстраивались. Иначе бы не было Думы в оппозиции думской, иначе бы не было вот этих лозунгов прогрессивного блока и так далее. А вот когда этой власти нет, тоже очень многие как раз эмигранты отмечали, как плохо, что нет царя. То есть раньше мы его критиковали, и вроде бы было так нормально, и нас терпели, и мы могли говорить, что захотим. А теперь мы вообще не нужны, мы в принципе не востребованы. Вот эти политические партии, да, ну кроме большевиков, естественно, эсеров там пока они еще были, вот, и все, они уже вынуждены были строить какую-то новую реальность. Я добавлю, что, собственно, система политическая, общественно-политическая система Российской империи до 1917 года, но в целом это была, ну, типичная классическая вот система общественно-политического устройства, присущая Франции, Великобритании, европейским многим странам, парламентские партии, там, Государственная дума и так далее. Революция осуществляет радикальный слом всей этой системы. Сникает совсем новая система вот советской власти, большевистского режима. А вот то, что было, политические партии в изгнании, они, конечно, не в таком объеме и масштабах, и возможностей у них не было таких, но они в какой-то степени пытаются вот воссоздать вот такой вот былой образ той общественно-политической системы, которая вот в 1917 году канула в небытие. Так вот, без царя, да, но все-таки какие-то вопросы, связанные с престолонаследием, как-то решались в зарубежье. Обсуждались очень активно. А вот что это были, какие кандидаты, какие были дискуссии? Как ни странно, пока что у кандидатов было отнюдь не один кандидат, а кандидатов было, ну, если уж не множество, то там счет шел на, там, наверное, нескольких человек, это точно совершенно. Два таких ярких, наиболее ярких, наверное, и наиболее близких вот к тому, чтобы быть признанными лидерами вот этой монархической как бы составляющей, это великий князь Николай Николаевич и великий князь Кирилл Владимирович. Причем, что вот интересно, вот в этих двух фигурах как бы произошло такое некое сочетание легальности и легитимности в разной степени. Потому что, допустим, Кирилл Владимирович с точки зрения легитимности вот всех предшествующих законов, с точки зрения закона престола наследия, если учесть, что никого из царской семьи, вот, царствовавшей до 17-го года, не осталось живых, потому что этот вопрос тоже, кстати, обсуждался, многие не верили в то, что все погибли. Был открыт вопрос о Михаиле, был открыт вопрос о наследнике, об Алексее. Анастасии появляются. Но если как бы все-таки снять эту претензию со стороны, условно говоря, чудом спасшихся членов царской семьи, то тогда вот Кирилл Владимирович действительно по родственной линии, он был ближе всего, и он имел вот этот вот как бы легитимистский статус. Великий князь Кирилл Владимирович. Внук императора Александра Второго, двоюродный брат Николая Второго. После расстрела императора и его семьи, Кирилл Владимирович оказался старшим в генеалогическом порядке членом императорской фамилии. 31 августа 1924 года он, будучи в эмиграции, провозгласил себя императором всероссийским под именем Кирилла Первого. Но имел ли он легальный статус, легальный с точки зрения признания его эмиграцией? В этом отношении лучше были шансы у Николая Николаевича, потому что главковерх, верховный главнокомандующий, пусть даже и не самый близкий родственник царя, его дядя, но харизма, безусловная популярность войска, популярность среди офицеров, зычный голос, вот это вот вся действительно такая вот направленность лидера, вождя. А Кириллу еще, помимо прочего, не могли простить то, что он в февральские дни, как утверждали, с красным бантом явился к Таврическому дворцу и во главе гвардейского экипажа, и вот присягу в время от правительства, хотя на самом деле банта там не было. А присяга была? А присяга уже позже. Дело в том, что гвардейский экипаж, здесь вот такая вот важная, наверное, деталь, он на тот момент, ну, просто вышел из повиновения, как и многие части Петроградского гарнизона тоже. То есть он самостоятельно явился к Таврическому дворцу, есть об этом свидетельство, а потом уже Кирилл Владимирович как бы как командир, который, ну, любим был матросами своими, тут они даже и на митингах выступали у них, потом уже начал красный бант надевать. Вот, он оставался вот таким признанным авторитетом. И вот это вот участие в феврализме, вот это его февральское событие, в какой-то степени, наверное, накладывало отпечаток. Еще был момент такой сугубо легитимистский, то, что его мать была лютеранка. То есть может ли быть вот этот вот статус полностью, стопроцентно православного государства? А она не перешла уже в браке православия? За то, что там был такой нюанс, что она перешла в православие после рождения Кирилла. И вот в этом видели некую зацепку о том, что вот у них все-таки здесь нет... Тонкость, но в нем существенная. Ну, на это обращали внимание, может быть, такие уж очень утонченные легитимисты. А в целом все равно вот как бы по родственному он оставался наиболее близкой кандидатурой. Но это все заметимо Романовы. А были ли претенденты со стороны? В рамках Белого движения, вот уже в период гражданской войны, в его консервативной части, либеральная часть – это учредительное собрание, а не предрешенничество. А в консервативной части возревало два варианта возможной модели власти. Легитимная, то есть возглавляет кто-то из династии Романовых власть. И вторая – Бонапартистская, я бы назвал так. То есть это кто-то из военных, Деникин, может быть, Врангель, Колчак, который, так сказать, победоносно завершает гражданскую войну на Белом коне, как говорится. И он уже возглавляет правительство. Вот, кстати, образ Николая Николаевича... А он возглавляет правительство? Не государство, а правительство? Ну, дискутировали возможные варианты. Ну, конечно, было бы какое-то правительство, аппарат управления, естественно. Без этого невозможно. А верховная модель власти вот примерно такая рассматривалась. А вот Николай Николаевич, он как раз сочетал в себе два образа сразу. Он и военный такой руководитель, признанный уважаемый белыми, и достаточно легитимный, так сказать, кандидат. Великий князь Николай Николаевич, младший. Первый сын великого князя Николая Николаевича Старшего и великой княгини Александра Петровны, внук Николая Первого, генерал-адъютант, генерал от кавалерии. 16 ноября 1924 года, находясь в эмиграции, принял руководство Русским общевоинским союзом. Среди некоторых групп белой эмиграции считался претендентом на российский престол, хотя сам монархических притязаний не высказывал. Не случайно ведь именно ему предлагал Алексеев еще в 18-м году стать главковерхом, верховным главнокомандующим русской армии. Николай Николаевич, правда, отказался. Да, вернуться и возглавить. Отказался все-таки, ну и стал колчак в результате, да. И как-то в эмиграции это проявлялось? Не только в форме дискуссии, а каких-то, наверное, действий? Вот действия были на пути к Русскому престолу? Сильные были споры между николаевцами и кирилловцами, как их называли. Серьезные были споры. Причем это даже нашло отражение, на мой взгляд, в таком, правда, комедийном ключе. Это знаменитый фильм «Корона Российской империи», где там... Там были и действия, да? На этом все интрига и построено. Из-за этого корона... А вот в реальности были такие действия с короной? В реальности, ну, действий, конечно, не было физических, но были диспуты, были там различные, проводились конференции, съезды, где вот это вот обсуждалось, эта тема. Ну, из них, наверное, самый известный – это Рейхенгальский съезд в Рейхенгале, съезд хозяйственного возрождения России, как он назывался буквально сразу же, вот еще гражданская война даже еще не совсем закончилась в России, а уже вот этот вопрос о возглавлении, о монархии, он был поставлен. И там, помимо всего прочего, вот, кстати, такие монархисты, как тот же самый Марк II, знаменитая личность, да, легендарная, он высыпил... Думский еще. Да, думский хулиган, как его называли и так далее. Но он тут тоже нахулиганил, потому что он, например, заявил так вот, что генералы вот эти белые, да, вот эта военная составляющая, они вроде бы как уже это вчерашний день, они себя не оправдали, они вот не смогли там ничего сделать. И почему они не смогли сделать? Потому что вот они монархического лозунга не провозгласили. А если мы сейчас провозгласим, то уже будет некая поддержка, там вроде бы как народ ждет вот возвращения монарха. Но насколько это было адекватно в действительности, я думаю, что, в общем, риторический вопрос. Говорить не приходится. Да. И кроме этого, были, конечно, такие вот, например, заявления политического порядка со стороны еще одного очень мощного вот такого, безусловно, объединения, Русско-общевоинский союз, РОВС. Русский общевоинский союз. Русская воинская организация – непосредственный преемник русской императорской армии и продолжатель белого движения в эмиграции. Был создан 1 сентября 1924 года бароном Врангелем. Главной задачей Союза являлось сохранение кадров для дальнейшей борьбы с большевизмом. Генерал Врангель и великий кейс Николай Николаевич, который как раз был почетным председателем РОВСа, фактически был как раз Врангель, они вроде бы с одной стороны заявляли о том, что армия вне политики, но они подразумевали в этом смысле, что это вне политики вот этой, монархической политики, в которую втягивают армию, хотят разделить ее там, кто за либералов, кто против и так далее, кто за монархию, за какую еще монархию. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны, вот то, что как раз заметил ли Виталий Федорович, то, что вот этот принцип диктатуры, принцип диктатора военного, он более приемлем для России. Это может и не быть там легитимный представитель, но это может быть харизматический военный, который потом поведет Россию тоже к процветанию. А советы были ли обеспокоены вот возможностью восстановления монархии, хотя и такой вот как бы, да, декоративный? То есть были ли там эти самые вот неуловимые мстители, которые препятствовали? Безусловно, советская власть видела в эмиграции серьезные опасности. Здесь разные совершенно способы... Именно в монархической, да, который может восстановить монархию в изгнании. Здесь даже скорее не столько вот беспокоил какой-то политический спектр, сколько любая антисоветская деятельность. Потому что тот же Савенков, который ну отнюдь не являлся монархистом, вот, но он вызывал, безусловно, очень большие опасения. У него же целая разветвленная организация вот на границе с Польшей. Савенков Борис Викторович. Революционер, один из лидеров партии эсеров. Организатор многих террористических актов. Участник белого движения, писатель. Во время Советско-Польской войны 1920 года, находясь в Варшаве, создал под своим председательством русский политический комитет. Участвовал в подготовке на территории Польши, боевых отрядов и в их рейдах на советскую территорию. Когда закончились, собственно, военные действия, вот, гражданской войны, ну, 21-й, на Дальнем Востоке, 22-й год, а, собственно, гражданская война, как социальный, политический конфликт, она приобретает другие формы. Прежде всего, формы идеологические, пропагандистские. То есть белые уже не могли высаживать на территорию Советской России какие-то десанты, допустим, иметь организованные войски, контингенты, но они могли оказывать идеологическое влияние на советских граждан, а не надо забывать, что революция, ну, 17-й год, то есть еще совсем немного времени прошло, еще не сформировался вот этот новый, как бы, слой советских граждан, воспитанных на коммунистической советской идеологии. Еще все было в памяти в прошлое, так сказать, время. И в такой ситуации идеологическое влияние белых было достаточно опасным. У ГПУ, НКВД очень опасались влияния идеологического, антисоветского такой деятельности, который осуществлялся разными путями, это и заброска листовок, это переход через границу, позднее это попытки радиовещания, вот, на территорию Советской России. А, кстати, вот, сразу, чтобы не забыть, а с какого года вот началось такое радиовещание, да, на русском языке? По-моему, с 31-го года. А, вот так, да? Я бы все-таки немножко позже передал, потому что там... До войны, по крайней мере. До войны, может быть, эпизодически, массово после войны. Вот массово. Массово, да, конечно. Массово, конечно, это уже настоящая большая холодная война, так, а пока малая холодная война. Лестовочная война, скорее, потому что там даже такой способ предпринимали, они, ну, вот, опять же, Польша, да, граничивая с Советским Союзом, там, допустим, по течению реки пускают бутылки с листовками, да, вот, вроде как мусор, может, никто ее не заметит, пронесет, а там... Или воздушные шары запускали. Шары послевоенные. Да, и послевоенные, да, да. Ну, в общем, вот, опять же, попытки вот этого провоза в чемоданах с двойным дном. Что, кстати, интересно, вот вся та конспирация, которая была в свое время большевиками, очень хорошо разработана, она потом белыми один в один повторялась. Так, это были монархисты у нас, да, зачехленные знамя. Монархисты и вот эти военные, потому что они достаточно близко друг к другу стояли. Так, давайте дальше двигаться по вот этому политическому спектру. Кого еще мы видим? Кадеты, либеральная составляющая, да, да, да. Либеральная составляющая, ну, как ни странно, вот сама кадетская партия, которая кичилась там буквально вот до 17-го года тем, что у нее самые разные слои общества, и она такое влияние имеет. В эмиграции она, ну, можно сказать, даже сходит на нет вообще. Сдулась, да? Да, потому что кадетские съезды, там, пленумы, конференции, которые проводились в очень малочисленном составе, во-первых, потом вообще уже они сошли на нет, просто даже и проводить не стали. Лидеров уже не было таких, как тот же самый Милюков. Милюков Павел Николаевич. Русский политический деятель, историк, публицист. Лидер Конституционно-демократической партии. Министр иностранных дел Временного правительства в 1917 году. В эмиграции критически относился к большевикам, однако в канун Второй мировой войны утверждал, что в случае войны эмиграция должна быть безоговорочно на стороне своей родины. Он ведь среди кадет потерял свои очки очень сильно во время Гражданской войны, в частности из-за того, что он призывал к сотрудничеству с немцами в 1918 году. Не больше, не меньше. Англофил, а в 1918 году мечтал о том, что монархию в России восстановят немцы. Не больше, не меньше. Это ему не могли простить, даже не был въездной в Англию, ему запрещали в Англию въезжать после таких вот заявлений публичных. А вот что касается, допустим, составляющей такой, ну, ближе, наверное, к такому прогрессивному, может быть, блоку, вот как в свое время это было, как раз до революции, то здесь, да, мы видим много таких личностей, которые и во время Первой мировой войны, и во временном правительстве участвовали. Здесь уже, наверное, знакомы и Рябушинские братья, и тот же самый Коновалов, Терещенко, масонские вот эти связи, они, в принципе, продолжаются в какой-то степени. Вот. Кого мы еще левее видим? Социалисты, революционеры, анархисты. То есть весь спектр политических партий, который вот был до 1917 года, он, в общем-то, был представлен в эмиграции. Когда вопрос разный засыпал. А большевики могли быть в эмиграции в 1918 году? Они были, потому что, особенно с началом сталинских репрессий, многие старые большевики, которым удалось выехать за границу, или которые находились в это время, например, на лечении за границей, они там остались. То есть они как бы опять оказались, так сказать, в эмиграции. В эмиграции по другой причине, да. То есть красная эмиграция тоже присутствовала рядом с белой. Это очень неожиданное наблюдение, но очень полезное. И, конечно, каждый имел свою программу политическую, и стациональные структуры были слабые. Естественно, ну, так сказать, не было ни финансов, ни организационных возможностей. А вот программы, идеология разрабатывались до 100... А было зато свободное время. И вот они разрабатывали эти программы, концепции, идеологии. Я бы даже назвал, сказал, что можно говорить о таком явлении, как белоиммигрантская футурология. То есть целый комплекс доктрин, концепций, футурологических взглядов, какой будет Россия, что им делать в России после свержения большевиков, как, очень разных. Он был разработан, он, так сказать, достаточно интересный. У меня есть научная работа. Сейчас, наверное, и перейдем к таким вот футурологическим сценариям. Как видели, да, какие проекции были на будущее России? Ну, вот как раз если говорить об экономике, то действительно очень много рассуждали о том, что же вот все-таки будет представлять собой экономический базис вот этой будущей России, ведь было совершенно очевидно признана бесперспективность вот этого лозунга отсутствия частной собственности вообще как таковой. А, как известно, в советской экономике он был базовым. То есть в любом случае какая-то собственность в виде приватизации или реституции или еще каким-то образом, она должна была произойти. Весь вопрос в том, как это должно произойти, в каком масштабе, в какой форме, потому что если это стопроцентная реституция, то здесь уже был вот как по принципу, как говорится, обжигшись на воде, на молоке там, да, то есть по принципу не навредить, лишнего не сделать. То есть признавалось уже то, что полная стопроцентная реституция в принципе невозможна. Значит, частная собственность восстанавливается, но она под контролем государства. Очень сильный вот этот вот элемент, то, что накануне 17-го года называли государственного пилистического капитализма, ГМК, вот, он же должен как бы и обратно вернуться. То есть вот крупные заводы, ну, Ленин в свое время говорил, что ГМК это последняя ступень к социализму, да, вот меняем власть, вводим рабочего управляющего и управляем этим заводом. И то же самое, та же самая схема, только наоборот. То есть оставляем этот крупный завод, но вместо рабочего управляющего возвращаем старого директора. Вот. И при этом, может быть, опять же, вот этот государственный контроль будет достаточно сильным. Никто, наверное, не считал, что Россия должна отказываться от статуса аграрной страны, но в хорошем смысле слова. То есть то, что это страна, которая кормит Европу, это страна, которая вывозит востребованный в Европе и в мире, во всем мире вот этот вот сельскохозяйственный продукт. И что же, в общем, здесь плохого? Ничего плохого в этом нет. Очень вспоминали при этом позитивно два объединения вот накануне 17-го года. И считали, что это и потом тоже можно отметить. Это союз льноводов. Такой был, да, накануне 17-го года. Очень большой монополист на рынке льна и льняных тканей. Вот. И маслодельные артели, сибирские маслодельные артели, которые снабжали маслом. Это тоже кооператив. Это отнюдь не какая-то там буржуазная такая, крупнобуржуазная структура. Снабжали маслом Европу. А вот можно ли предположить, что эта ставка на аграрное развитие будущей России, ну, как бы, да, проектировалась в пику сталинской индустриализации? Индустриализация в СССР. Период с 1928 по 1941 годы. В ходе которого советская власть реализовала планы трех пятилеток, что позволило быстрыми темпами укрепить промышленность СССР, а также обеспечить независимость военно-промышленного комплекса и основных элементов экономики от стран Запада. Белая иммиграция, если так можно сказать, недолюбливала сталинскую индустриализацию. И это очень ярко можно хорошо видеть, вот читая газеты, журналы 30-х, 40-х, 50-х годов. Она старалась не замечать, потому что явные успехи экономические... Дело не в том, что она была сталинской. Дело в том, что это была индустриализация, осуществленная советским строем, успешная экономическая модернизация страны. И она идеологически шла в разрез концепциями белой иммиграции, которые пытались их выстраивать на, ну, так скажем, воссоздании образа советской России эпохи начала 20-х годов. Разруха, голод, военный коммунизм, там, крестьяне, имеющие возможности обрабатывать поля, там, рабочие, закрылся из завода белка. Да, они ее транслировали вот в 20-е, 30-е годы. А индустриализация им идеологически была очень невыигрышна. Они ее старались замалчивать. Вот вопрос в том, как бы в случае вот в таком гипотетическом их приходе к власти они бы поступили с уже сложившейся системой экономического управления, тут трудно сказать, сохранили бы они ее, или бы в какой-то степени стали демонтировать, или бы принесли в нее элементы вот акционирования, такого, ну, буржуазно-капиталистических механизмов управления. Ну, скорее, вот третий вот вариант, о котором мы сказали, еще называли его народный капитализм. Собственно говоря, вот эти вот идеи, они даже когда у нас... Прямо народный капитализм появился еще тогда? Еще тогда. Ну, это мы говорили об экономике, как об экономическом проектировании будущего России. А вот на чем вообще выстраивалась и зиждилась экономика политическая русского зарубежья? Кто их поддерживал, короче? Наши спонсоры. Ну, политический строй, который предполагал установить российскую эмиграцию в случае возвращения к власти в Советской России, ну, он прежде всего предполагал, конечно, устранение от власти аппарата советского, советского партийного аппарата, в меньшей степени хозяйственного аппарата. Предполагалась серьезная кадровая чистка в Красной Армии. Не полностью, но, так сказать, основные ключевые позиции должны были быть заменены представителями белой военной миграции. Вообще все концепции белых военных за рубежом, они так или иначе подходили к идее, ну, если не репрессий, то, во всяком случае, жестких изменений в системе власти. Собственно, об этом открыто они и сами писали в журналах, газетах и программных документах, что предполагается серьезная чистка советского партийно-хозяйственного аппарата, систему управления Красной Армией, вот, и установление такой достаточно жесткой модели власти, во всяком случае, на переходный период. Поэтому в случае реставрации, так сказать, антисоветского строя в СССР, допустим, в 30-е годы, то неизбежно, неизбежно, конечно, были бы в той или иной мере белыми использованы какие-то силовые методы, вот, отстранение от власти своих противников. Да, тут я вот еще добавлю... Да, и получение контроля над аппаратом управления. Конечно, полная смена идеологии, естественно. Само собой. Да. Но тут еще вот интересный тоже момент, я думаю, надо его обязательно отметить, что вот наряду с тем, что да, они меняли, они меняли верхушку, они меняли комсостав военный. Но вот появляется как раз в середине 30-х годов идея у части РОВСа, у части военной эмиграции, и у, вот, была такая организация, Национальный трудовой союз нового поколения, НТСНП, которая потом стала НТС уже. Так вот, как бы здесь они начинают очень активно озвучивать идею того, что внутри Красной Армии найдется какой-то вот такой военачальник, который произведет переворот, они его называли условно Комкор-Сидорчук. И вот это самый Комкор, ну, это условно, это совершенно нереально, невыдуманная фамилия. Потом Солдат Чонкин, да, а здесь Комкор-Сидорчук. Да, да, а вот этот Комкор-Сидорчук возьмет, значит, переворот произведет. И это можно, наверное, здесь действительно отметить все-таки, повлияло косвенно, может быть, но не прямо, на вот это дело военных, на процесс Тухачевского. То есть это вот, получается, такая, да, зеркальная проекция. Да, да, да. Ну вот мы, это опять, да, все, что касается будущего, да, планов. А вот реально, как они существовали? Вот уже вы, по-моему, сказали, Виталий Федорович, что не было институтов политических. Ну, практически не было. Тут были очень слабые. На какие деньги жили люди? Ну, они получали финансирование разных источников. Ну, кто-то имел возможность заниматься экономической деятельностью, кто-то имел какую-то возможность получать средства от общественной политической деятельности в эмиграции, изданий журналов, газет. Ну, все это достаточно, в общем-то, небольшие были средства. Получали финансирование от иностранных спецслужб, от Сурте-Женераль французской, от Польского, Второго бюро Польского генштаба. Как специалисты по России. Да, вот про спецслужбы, простите. Ну, не для того, чтобы заблечить, да, и поставить на вид. А вот в каком политическом спектре русского зарубежья могли быть заинтересованы спецслужбы? Вот кого они... Ну, западные, прежде всего... Монархистов нет, а этих да? Да, нет, западные, прежде всего, европейские спецслужбы, они инвестовались практически всем спектром. Российской иммиграции, ну, может быть, даже в какой-то степени больше именно военными. Больше военными. И держали их в таком своего рода организационном идеологическом резерве. То есть они не давали им проявлять... Не давали им возможность проявлять какую-то самостоятельную, серьезную военно-политическую активность. В то же время они позволяли им сохранять свои какие-то институциональные структуры. И вот держали их именно про запас. В том случае, если возникнет какая-то новая геополитическая ситуация в Европе, с тем, чтобы можно было их ввести вот в большую военно-политическую игру. Так, например, думали в Польше, в Румынии, во Франции. Потому что идея интервенции против Советского Союза в 20-е годы и начале 30-х годов, то есть до того момента, когда Красная Армия не стала действительно сильной, могучей Красной Армии уже об интервенции говорить, не приходилось, вот до этого момента так или иначе думали, не могут ли белые военные как-то быть включены в такую идею десантов на территорию СССР или регионального масштаба на границах, или даже более глобального. При такой поддержке уже серьезной финансовой, военно-политической поддержке западных стран, например, Франции или Германии, Польши, в общем-то, белые военные могли стать серьезной опасностью, более чем серьезной для советского устроения. Только надо один момент вот очень точно отметить, что прежде всего разведку интересовали те, именно вот расположения, те организации белой эмиграции, которые были в приграничных государствах. Это Польша, это Прибалтик, Китай. Это на первом месте стояли. Допустим, где-нибудь там в Латинской Америке, когда они там уезжали, или там, я не знаю, даже в той же самой Франции, их интересовало все гораздо в меньшей степени. А вот если это приграничные, ведь откуда, собственно, в приграничье эмиграции это возникло, это отступившие на территорию Прибалтики, например, там, Польши части белых армий, того же Юденича, или там в Китай ушли вот силы Колчака, армии Колчака. И поэтому это люди профессиональные, военные, это люди, которые сами, в общем-то, стремятся к тому, чтобы как-то вернуться на родину. Вот здесь их интересы совпадают, и разведка, естественно, их использует, и финансирует. То есть тут, конечно, очень выборочные были вот такие тоже целевые. Я добавлю, что вот эта ситуация объясняет те крайне жесткие репрессии, которые проводились у ГПУ, НКВД в отношении военных. Вот операция «Весна». То есть с военными начали раньше всех репрессии. Это выведение за кадр всех военных старой службы. Да, военспицы. То, что принято называть военспицы. Вот какая-то операция. «Весна». Дело «Весна» – гвардейское дело. Репрессии, организованные в 1930-1931 годах органами ОГПУ в отношении офицеров Красной Армии, ранее служивших в русской императорской армии, и гражданских лиц, в том числе бывших белых офицеров. Многие были одноклассниками. Те, кто оказались в эмиграции. Письма переписывались. В Врангель, Деникин. И те, которые служили в Красной Армии и занимали тогда уже к тому моменту довольно серьезные должности. И боялись вот этой информационной, организационной смычки. Поэтому убирали всех, кто в Красной Армии мог. Даже он ничего, как говорится, не делал контрреволюционного. Просто самим фактом своего возможности такого контакта. Достаточно было письмо, открытку поздравительную направить за границу. Вот как ты там живешь. Помнишь ли ты меня? Какой-нибудь, я не знаю, условный еще с юнкерских времен термин употребить. И разведку уже могла к этому. Да, с полковым праздником поздравить. И уже там ОГПО это брало в разработку. Значит, а, он переписывается, у него контакты. То есть он берется сразу под подозрение. Это точно. Ну, многое известно про трудности культурной адаптации русских изгнанников. Бунин, который не мог там слова по-французски в очереди произнести, но при этом был мэтром литературным и принят был. Вот могла ли быть такая ситуация, что опять-таки, да, политически акцентированные изгнанники становятся частью некой политической жизни Франции, Германии, там, я не знаю, Чехословакии, вступают в партии какими-то вот активными, да, игроками. Вот так и стало. Были такие? Ну, особенно в Чехословакии. Я считаю, что здесь просто мы ни в коем случае не должны забывать, потому что у нас все вот как-то часто так получается, что Чехии это вот выдали Колчака и все. И ничего хорошего, и украли золото. Вот, на самом деле... Смотрите, когда я не вспоминаю. Нет, ну, бывает иногда. Вот, на самом деле здесь ведь была так называемая русская акция. В Чехословакии вот она так и называлась. То есть финансировало правительство чешское создание учебных заведений, высших учебных заведений, средних учебных заведений, в которых учились и дети иммигрантов, и получали образование, ну, грубо говоря, недоучившиеся студенты в России, которые вот ушли там с Белой армии воевать. Там же, например, на юге России был студенческий батальон целый, да? Вот, и они уже доучивались в иммиграции. И одновременно с этим, вот тоже важный момент, принимали и местных студентов чехов, учили их и создавали местную чешскую интеллигенцию. В этих прорусских институтах. Да, вот такое вот славянское единство, в общем, здесь проповедовалось. До конца 20-х годов эта акция действовала. Там потом просто кризис подкатил вот этот знаменитый мировой кризис. А так, в общем, очень доброжелательное было отношение. Причем в Чехии здесь преобладала такое, как бы вот преобладала техническая интеллигенция. Чем гуманитарная? Гуманитарной в большей степени она была там во Франции, в той же самой Германии. А вот технари, кооператоры, вот эти все инженеры, это очень много в Чехии. Ну, еще Югославия. Югославия, Восславия. Югославия, огромный вклад русских инженеров, строительство Белграда, развитие промышленности Югославии. Значительная часть русской миграции имела высокий образовательный инженерный ценз. Были хорошие специалисты, которых просто не было во многих странах, в той же Сербии, которая была, в общем, достаточно аграрной страной европейской в то время. И, конечно, при умной и правильной политике правительства, например, у Сербского или Чешского, они интегрировали этих людей, этих специалистов в свою экономику, они им, так сказать, приносили очень большой, такой конструктивный, положительный эффект. Я интересный тоже факт. И в Латинской Америке с инженеры тоже нашли. Абсолютно точно. И в США, и в Франции. Ну, это уже великие имена. В Секорске, например. А в Югославии, например, пограничная стража, вот когда ее начали комплектовать, там не хватало офицеров профессиональных, кавалеристов. Все кавалеристы, почти все кавалеристы, которые оказались в эмиграции в Галлиполе, переводили в тех же самых чинах на те же самые должности в Югославскую армию. И они фактически составили основу сербской кавалерии. То есть конвертировали. Да, даже вот такой был. А знаете, меня другая ситуация интересует. Ну, смотрите, вот Чехословакия того времени, вот какие там были политические партии? Известно? Ну, хотя бы одну. Вообще она достаточно социалистичная была. Ну, социалистическая партия была в Чехословакии. Да, была. А раньше стал депутатом. Например, может ли быть, могла ли быть вернее такая ситуация, что, например, депутат там Государственной Думы, Российской Государственной Думы, там, Третьего Созыва, такой-то, такой-то, стал членом социалистической партии в Чехословакии и выдвинулся, ну, если не на первый план, то там на второй, на третий. Ну, это, вот это вот, пожалуй, было, наверное... Они продолжили свою политическую там борьбу, активность и так далее, но вот в новом формате. Я понимаю, но это скорее было таким, ну... Гипотетическим, наверное, вариантом. Очень гипотетическим предположением, потому что... Да, я могу даже объяснить, почему. Дело в том, что вот, когда в начале передачи говорили о политической составляющей, для них вот эта политическая составляющая возвращения в Россию, она оставалась. То есть политически вжиться они не стремились, они как раз сохраняли вот эту свою идентичность. И религиозную тоже, потому что никто же не перешел, там, я не знаю, в протестантизм оказавшись. В католичество переходили. В Илье была довольно мощная миссия, не принесшая особых результатов, так скажем. Ну, не очень, не очень. Вот в большей степени как раз вот это, наоборот, сохранение православия, открытие новых приходов в Африке, в той же самой Безерте, когда оказались наши моряки, открыли вот православные храмы. Вот. И с другой стороны, вот помощь экономическая, помощь хозяйственная. Но это вот все-таки разделялось. А вот теперь так. Вообще вот из нового руководства уже советской, понятно, России, для русского зарубежья в целом кто-то мог быть приемлем. Кто тут, например, вот этих всех убираем, а вот этих двух или там одного оставляем. Вот были ли какие-то симпатии в адрес нового советского руководства, ну, симпатии в кавычках, очень аккуратно, да, со стороны русского зарубежья? Поначалу, вот была акция со Слащевым, знаменитая. Слащев Яков Александрович. Русский советский военачальник и военный педагог. Генерал-лейтенант, активный участник Белого движения на юге России. Эмигрировал в Константинополь. В 1921 году после амнистии участникам Белого движения вернулся на родину. Преподавал тактику в школе комсостава «Выстрел». Я думаю, что здесь был у него расчет на дальний, как говорится, вот такой прицел у Фила Сидмуновича, потому что одним бы Слащевым, я думаю, дело бы не ограничено. Просто пояснимите зрителям, может, кто-то и не слышал такого имени. Ну, Слащев знаменитый генерал-герой обороны Крыма в феврале-марте 1920 года, когда Крым уже был на грани падения, то есть Красная Армия уже должна была его взять. Вот Слащев отбил эти наступления. И прославился вот именно как защитник, спаситель Крыма. Но потом при Врангеле он попадает в опалу, ему предъявляют обвинения, в том числе уголовные обвинения. Там действительно были такие факты, связанные с террором, который он в Крыму творил. А уже оказавшись... Террором ответ на красный террор. Нет, нет, даже своих, даже офицеров. То есть был факт такой, что... Даже своих? И вот за это вот как раз и возбудили уголовное дело, что расстрелял там без суда и следствия своего же. Вот. Но для Дзержинского Слащев был важнее немножко в другом смысле. Дело в том, что Дзержинский видел авторитет этого генерала. И вот потом, может быть, повторится схема, условно говоря, брусиловская. То есть вот пришел на службу к советам авторитетный боевой генерал. Брусилов Первая мировая война, Слащев Гражданская война. Может быть, след за ним появятся там еще какие-то генералы и так далее. Но она развитие этой линии не получила. По большому счету... Кто уж не переходил? Нет, кроме штабистов, которые вместе со Слащевым служили же и в Крыму, его вот жена гражданская, Юнкер Нечеловодов, как он ее называл, по большому счету никто не переехал. Вот, остались в Галлиполе, остались вот на таких вот непримиримых позициях. А вот уже такой перелом начался в отношении к эмиграции. Конечно, это просто вот рубеж, и железный буквально рубеж. Это Великая Отечественная война, Вторая мировая. Вот тут уже, да, тут уже участие в антифашистском сопротивлении, в частности во Франции, это, ну, грубо говоря, билет для возвращения в Советский Союз. Вы знаете, у нас не так много времени, к сожалению, остается, но это какая-то очень важная черта, да, связанная с... Да, связанная с Второй мировой, Великой Отечественной. Может быть, все-таки мы когда-нибудь найдем время, обсудим вот послевоенный период в особенности. Обязательно. Вот, это очень важный вопрос. Сейчас наметим, да, этот важный барьер в нашей истории, этот важный рубеж, и вот эти вот кардинальные перемены, связанные с возможностью вернуться. Значит, тема возвращения остается все-таки центральной. Да. И восстановление советского устроя, он сильно меняется, потому что, ну, в принципе, вряд ли можно говорить о какой-то единой позиции российского зарубежья, оно было разным, широкий спектр, ну, с определенным таким вот значительным элементом обобщения. Может быть, немножко в 20-е годы симпатизировали правому Каменеву, Бухарину, с большой натяжкой. Про симпатии, да? Да, а вот уже с начала Отечественной войны и особенно после введения старых воинских символов в Красной Армии, погоны, папахи, значит, а вот очень интересный момент. Значит, 42-го года разрешалось советским военнослужащим наряду с Орденом Славы носить Георгиевские кресты. Я видел немало фотографий, да, где полный банд Георгиевский, генерал советский, и тут же у него Ордена Славы на парадах ходили, все это разрешалось до Хрущева. Хрущев это опять, так сказать... А, то есть это был какой-то краткий... Да, да, это разрешалось официально, как Орден Славы продолжает вот славу Георгиевского креста. Много об этом... Индивительно. Ну, история современной Георгиевской ленточки, видимо, идет оттуда. Может быть, даже вот от этих фотографий. Да, конечно, это тоже Георгиевская ленточка, абсолютно. Ой, да и есть Георгиевская ленточка, простите. И вот три Ордена Славы и полный банд Георгиевский. Как интересно, то, что вы сейчас подумаете. Например, Камкор Хижняк имел полный банд Георгиевского кавалера и Ордена Славы. Ну, это просто герои из героев, да, это вот... И что важно, вот появляются где-то с середины вот периода Отечественной войны действительно люди, советские военачальники, которым реально серьезно начинают симпатизировать белые. Например, Жукову, Рокоссовскому, Малиновскому. Да, предполагаю, вот это сценарий, о котором Василий Жанович говорил, что они могут, так сказать... Банапартизм, да? Да, да. Видимо, это отдаленно, отголоски. Ну, в определенной степени. Хотя тоже, вот, если еще немножечко есть возможность сказать, наверное, сминовеховцев мы тоже не должны забывать, вот, если мы говорим о 20-х годах возвращения на родину. Ну, целая группа таких вот общественных деятелей, правда, не очень, может быть, и хорошо известных вот нынешним нашим слушателям. Такой идейный руководитель их был, это Устрялов в Китае. Это бывший министр пропаганды у Колчака. Причем он был ярый антисоветчик, такой вот, ну, кондовый белогвардеец, вот, грубо говоря, если почитать его статьи в колчаковской прессе. Понятно, да. Вот. И потом вдруг буквально там проходит два года, там, после уже Врангеля, уже в 20-й год даже, он сначала говорит о том, что вот это врангельское продолжение войны, оно бесперспективно, не нужно. А в 21-22 годах он уже выступает как раз вот с призывом к эмиграции возвращаться на родину. Так вот это и есть смена вех? Это и смена вех. То, что называют надо флюгером, да? Да. А здесь это смена вех. Так, и что у них? Здесь не только это, не только возвращение на родину, но еще и определенная надежда на то, что советская власть, советский режим переродится. Более того, очень интересный здесь вот такой фактор, даже у монархистов он присутствовал, что Сталин может вот стать тем самым диктатором, который потом монархию возродит. Вот были и такие предположения. Ну, это оставим для нас на будущее, на послевоенный период, о котором, я думаю, мы обязательно поговорим. Вот. Ну, давайте сейчас вот как бы завершим, суммируем, значит, довоенный период, когда еще были те люди, которые когда-то участвовали в политической жизни дореволюционной, да, имперской России, пытались что-то противопоставить вот этому советскому будущему. Да. И были самые разные проекты. В основном, конечно, ну, такой аграрной ориентации. То есть Россия виделась... Ну, не отсталая аграрная, я обязательно отмечу. Нет, нет, нет. А вот развитая аграрная. Развеемая. Значительная доля аграрного сектора. Значительная, да. Да, может быть, и передовая. Развитая аграрная страна. И это вот входило в один из главных сценариев будущего России, который разрабатывался в русской иммиграции. Но всегда сохранялась надежда. Конечно. На перерождение власти, на смену власти и на возвращение. Отсюда даже и лозунг «Царь и Советы» вполне понятен становится. Даже такой лозунг, как «Царь и Советы». Слушайте, ну, замечательно. Мы сегодня сделали немало. Очень интересный материал, очень поучительный. Я вас благодарю. Спасибо. И надеюсь, что мы еще встретимся в этой студии. И действительно многое прояснилось. Однако вопросы остаются. К тому же появляются новые. Так что смотрите программу «Истериады». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова